Продолжение следует... Это вопрос социальной стабильности и справедливости, и проведения политических реформ. Ведь вот эти трагические события, которые произошли, они являются следствием эффекта отложенных реформ. То есть лет 10-15 назад, когда цены на углеводороды были очень высокие, и у населения был очень большой оптимизм и доверие к властям, нужно было проводить политические и социально-экономические реформы. К большому сожалению, именно и политическая трансформация, и социально-экономические реформы не были проведены во время, и вот эти моменты привели к таким вот очень плачевным результатам. И нужно отметить, что на сегодняшний день президент Республики Казахстан Хасмужамар Кемель Тухаев точно сказал о том, что главная проблема заключается в том, что у нас есть дефицит именно социальной справедливости. Вот это вот олигархические группы, которые владеют крупными частями экономики нашей страны, они сегодня должны озаботиться социальным положением, повышением индекса развития человека в нашей стране. Ну, нужно немножко углубиться вот в природу олигархии, например, скажем, есть миллиардеры западного образца, это Билл Гейтс, это Майкрософт и так далее, которые зарабатывали свои миллиарды своим умом, своим интеллектом, они привнесли Соединенным Штатам и Америке какие-то новые продукты, и на основе этого они создали свой капитал. А те группировки, которые у нас в Казахстане, вот эти вот промышленные группировки, они создали свой капитал на основе материальных благ, которые были созданы всем народом нашей страны. Естественно, каждый человек, у него будет немножко внутри, конечно, будет знобить. Поэтому у нас вот такая вот очень большая проблема, и каждый человек думает, как это так получилось. Вот это вот все промышленные предприятия строили мы вместе, а они в конце концов оказались в чьих-то руках. Ну, можно ли говорить, простите, что перемеваю, тут, наверное, нельзя огольно говорить, что все промышленные группы заработают? Вы знаете, абсолютное большинство, если даже посмотреть за эти 30 лет, сколько предприятий было построено, ну, между нами говоря, очень мало, очень мало. Вот именно вот те предприятия, которые приносят очень большую прибыль для нашей страны, они все созданы нашими старшими братьями, нашими родственниками именно в Советском Союзе. Да, есть часть в сфере металлургии, в сфере нефтяной промышленности, которая была, ну, после независимости, но это небольшая часть. Хорошо, да. 0,2,9 процента – это слишком высокий разрыв между бедными и богатыми. Это только одна проблема. Но есть еще другая проблема – уровень бедности. У нас официально в Казахстане, ну, где-то 997 тысяч человек считаются бедными. Миллион. Да, миллион. Но по экспертным мнениям доходит до полтора или до двух миллионов. Вот здесь вот тоже нужно правительству рассмотреть этот вопрос. Вы знаете, несмотря на то, что в Казахстане, значит, уровень ВВП, в принципе, очень солидный, у нас объем ВВП составляет 170 миллиардов долларов, а ВВП на душу населения, на каждого человека – 9,1 тысячи долларов. Это, в принципе, солидные, весомые. Весомые, да. Весомые, да. На уровне где-то, ну, восточноевропейских стран, скажем так. Но при том, что у нас вот объем ВВП растет, у нас не растет черта бедности. Черта бедности у нас на сегодняшний день составляет 2,8 долларов в один день, это вместе с 36 тысяч тенге. И вот это вот черта бедности на уровне африканских стран. То есть правительство, когда проводит расчеты, когда проводит какие-то, вот скажем так, замеры социального положения, они для того, чтобы сэкономить деньги, они экономят, на простых людях экономят. Вот в чем дело. Это, конечно, создает определенные, неопределенные, а глубокие социальные проблемы создает. Вы представляете, объем ВВП очень высокий, а черта бедности у нас на уровне африканских стран. Этот вопрос, этот вопрос нужно решать. В пояснении вот этого, да, вот как одно из решений, это создание фонда Казахстана Халкана. Президент озвучил, что это вот то, что сейчас сбор денег, это не налог, а благотворительность. С другой стороны, поддерживая, скажем, продолжая ваш тезис, то, о чем вы говорите, насколько эффективным является вот этот сбор? То есть достаточен ли он, по вашему мнению? Ну, я думаю, что это должны быть институциональные меры. То есть вот эти вот сборы, они не должны быть как бы одноразовыми. Кстати говоря, президент республики Казахстан Хасмур Тукаев так и сказал о том, что скоро будет приниматься нормативный правовой акт, скорее всего, указ президента, где четко будет уже регламентировано, какая сумма, какая компания, где и как должна будет перечислять. Потому что у нас в стране, к большому сожалению, социальных проблем очень много. Это, значит, дети, инвалиды. Это огромный пласт проблем. Это дети, которые находятся на попечении государства в детдомах. Это тоже очень большой пласт проблем. Наша молодежь, сельская молодежь, которая не может найти своего места. Ведь на самом деле, кто вышел на улицы в Алмате и в других населенных пунктах наших областей, это наши дети, которые не могут найти свое место. Они не могут найти перспективу своей жизни. Потому что в 90-х годах, сами знаете, уровень образования был какой? Он был очень низкий. Приезжают в города. В городах их в социальном плане никто не ждет. Они идут на базары, работают таксистами, грузчиками и так далее. И они теряют перспективы для жизни. Когда человек перспективу жизни теряет, он может идти на очень пагубные такие шаги. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы должны помогать всему сообществу, мы должны в первую очередь решить вопрос именно нашей молодежи. Мы должны им дать перспективу жизни. Что это означает? Это означает, первое, очень хорошие, стабильные рабочие места. Второе, обучение нашей молодежи. Вы знаете, вот у нас же в Казахстане парадоксальная ситуация. С одной стороны, в крупных зарубежных компаниях, которые работают в Казахстане, там есть рабочие места, хорошо оплачиваемые. Но туда путь для нашей казахстанской молодежи закрыт. Потому что наша молодежь в сфере электрики, сварщиков и так далее, они не могут свою квалификацию повысить. Вот этот вопрос нам надо решить. То есть в Казахстане нужно создать школу высокой рабочей профессии, для того, чтобы они могли работать именно на компетентных местах. Это первое. Второе. Перспектива для жизни – это не только рабочие места. Это культура поведения. То есть людей нужно обучать именно культуре поведения. Понимаете? Это тоже на сегодняшний день очень большая проблема. То есть если мы сейчас не будем решать комплексно именно вопрос социализации сельской молодежи, эта проблема никогда не будет решена. Хорошо. В дополнение к этому вопросу. Ну, знать о проблеме – это 50% успеха. Больше того, у вас есть некоторый алгоритм, как можно их решить. В таком случае что мешает решению? Ну, вы знаете, формализм в основном правительства и местных исполнительных органов. То есть, с одной стороны, кажется, что правительство все делает. Создаются какие-то фонды, создаются институты по освещению или по исследованию этих вопросов. Есть конкретные центры трудовых ресурсов и так далее. На самом деле, эти вот центры трудовых ресурсов, центры изучения там социально-трудовых отношений будущего и так далее, они, мне кажется, свои функции не выполняют. Вот этот вопрос надо как-то решить. То есть, только государство эти все вопросы решить не сможет. Здесь надо, чтобы подключились и гражданское общество, и экспертное сообщество, и крупный бизнес. И только сообщаем этот вопрос, кооперируясь, мы этот вопрос можем решить. Вы знаете, вот тот раз президент же правильно сказал? Вот эти вот крупные промышленные тузы, которые у нас в Казахстане, которые работают, кстати говоря, на народных благах, они точно знают, какие рабочие специальности им нужны. Правильно? Они могли бы взять в шефство все эти вот наши учебные... Колледжи, вузы. Да, сузы, сузы и колледжи, и наших детей обучать. И чтобы эти дети потом, когда заканчивались колледжи, потом они работу не искали. Ведь если в трудовой книжке не будет первой записи, ну вы же сами знаете, люди не берут. Вот в чем проблема. Хорошо, вот в этом смысле реформирование, то, что озвучил в интервью президент, реформирование парламентской партийной системы. И вот в этом смысле, в дополнение, опять же, к тому, что вы сказали, по подключению гражданского общества, вот эта работа, реформирование парламентской партийной системы, может дать плоды в реализации вот этих вопросов? Может, может. Вы знаете, сейчас самый главный вопрос в том, что вообще Можилис, как институт парламентаризма, работают, создаются законы, вырабатываются какие-то решения. Но, конечно, есть вопросы связи с людьми, с конкретными людьми, контрольных функций над правительством. И в этом отношении нужно поработать. То есть президент четко сказал, в парламенте должна быть конкуренция, конкуренция мыслей, помыслов, смыслов между партиями. Вот это вот самое главное. То есть должны быть созданы условия для того, чтобы туда могли попасть партии, и не одна партия, которые могли бы выражать какие-то коллективные интересы определенных масс, которые находятся в нашей стране. — Плюрализм мнений. — Да, во-первых, плюрализм мнений. Во-вторых, вы знаете, политика — это концентрация экономических интересов. От этого мы никуда не уйдем. — Закон. — Да, это закон. Поэтому, конечно, нужно будет либерализовать закон о выборах, закон о партиях. Нужно будет открывать шлюзы для того, чтобы в парламенте были представлены различные палитры общественно-политических мыслей. Нужно будет сделать так, чтобы в парламент могли попасть не только представители партии по спискам, но и конкретные личности, конкретные самовыдвиженцы, которые являются тоже, кстати говоря, определенным барометром общественного мнения. Если вот эти вопросы мы сможем решить, тогда парламент действительно станет тем институтом, где обсуждаются, вырабатываются и, самое главное, создаются пути решения всех злободневных социально-экономических и политических вопросов в нашей стране. Понимаете, такая система, она может быть немножко сложной, но вот эта вот сложность именно парламентского института создает стабильность и устойчивость политической системы нашей страны. Поэтому для того, чтобы создать именно устойчивость нашей политической системы, президент сказал, что мы к этому идем, и это правильное решение. Так сложилось исторически, что вот в мире все складывается индуктивно и дедуктивно, то есть мы обращены в себя, то есть это внутренняя политика, но мы являемся частью мирового сообщества. И в этом смысле президент, опять же, коль скоро мы обсуждаем интервью, уделил особое внимание международному сотрудничеству Китай, США, Россия. Вот я действительно хочу понять, может быть, вы мне на этот вопрос ответите. Вообще, почему такое раздражение от того, что Казахстану на протяжении долгого времени удалось выстроить дружеские отношения, ну, скажем так, многовекторно, со всеми странами? Ну, вот сейчас пытаются как-то где-то показать, что мы, ну, ущербны, что ли, даже если грубо говоря. Ну, вы знаете, вот немножко надо вернуться в историю. Да. Во-первых, геополитика. Сейчас мы проживаем в очень сложные геополитические времена. В мире меняются вообще ценности в отношении государства. Так называемый Почдамский мир, который был заключен после Второй мировой войны, он себя исчерпал после Косово и после Крыма. Если до Косово и Крыма незыблемый территориальной целостности государства был аксиомой, сейчас об этом говорить нельзя. Во-вторых, меняется ландшафт мировой геополитики. Выходят новые игроки, для которых такие вот ценности, как демократия, как плюрализм, для них не является... Чуждо. Для них не является универсальными ценностями, скажем так. Это Китай, это другие страны. Поэтому Казахстан находится географически между Россией и Китаем. Мы должны об этом всегда помнить. Да, вы знаете, мы хотели бы стать частью Европейского Союза, но мы географически не можем. Территориально. Да, не можем. Поэтому мы должны быть реалистами. Мы находимся между двумя, скажем так, крупными державами. И вот исходя из этой реальности, мы должны строить свои взаимоотношения. Вот поэтому мы говорим о том, что должна быть у нас многополярность. Так как сегодня и Китай, и Россия являются, во-первых, новыми игроками геополитического пространства, во-вторых, у них свои личные интересы, которые не тождественны западными. Вот это вот всегда мы должны помнить. И Казахстан всегда будут пытаться использовать в своих целях. В том числе Запад, Америка и Европейский Союз против этих стран и этих стран. Поэтому очень важно, чтобы мы всегда сохраняли определенную стабильность и равноудаленность. Но самое главное, чтобы мы имели с каждой страной свои хорошие дружеские отношения. Любой сосед со своим соседом должен быть в близких отношениях. Это закон. Поэтому куда мы денемся с Россией? У нас общая территория, граница 7 тысяч километров. Это одна из самых протяженных границ в мире. С Китаем где-то полторы тысячи километров. Тоже немало. Поэтому мы с этими странами должны уживаться, должны работать. То есть, если бы, например, в Казахстане численность населения была 50 миллионов тенге, у нас была бы другая ситуация. Но, к большому сожалению, у нас территория слишком большая, а населения мало. У нас даже 20 миллионов нет на сегодняшний день. Поэтому мы должны сохранять хорошие дружеские отношения со всеми нашими соседями. Но в то же время мы не должны забывать о том, что там есть другой мир, западный мир. И оттуда в основном идет поток инвестиций в Казахстан. Если посмотреть на структуру инвестиций, на первом месте стоит Европейский Союз. Конечно, мы с ними должны строить очень хорошие отношения. А потом с нашими соседями. Но есть еще у нас союзнические отношения. Например, с России, по ОДКБ, по Евразийскому Союзу, по ШОСУ. То есть, когда мы говорим о том, что у нас многовекторная политика, это же говорит о том, что действительно мир многовекторный. Если мы, например, будем зацикливаться только на одной стране, от этого ничего хорошего не выйдет. Но в то же время мы не должны забывать, что у нас есть соседи, с которыми мы территориально граничим, и которые экономически, по другим аспектам, превосходят нас. Ну, то есть, на самом деле, вы поддержали, так получилось, тезис мой о том, что не все так просто и нельзя ответить однозначно «да» или «нет». Конечно. Вот в этом смысле, сказать по правде, делаются определенные грамотные, правильные шаги. Нельзя сказать, что все делается неправильно. Нельзя сказать, что нету результатов. Но почему же тогда информационная работа поставлена порой из рук вон плохо? Ну, вы знаете, само информационное пространство тоже усложняется. Появились такой инструмент, как социальные сети. С одной стороны, социальные сети являются механизмом прямого диалога населения с государством. Многие вопросы посредством социальных сетей решаются. Вопросы социального характера, экономического характера. Власти узнают о проблемах, которые необходимо решать для граждан. Но в то же время социальные сети имеют и другую окраску. Например, скажем, экстремистские идеи тоже распространяются через социальные сети. В последнее время является актуальным вопросом буллинга через социальные сети. Поэтому здесь в первую очередь нужно говорить о том, что каждому человеку нужно повышать свою культуру поведения в социальных сетях. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что независимый, суверенный Казахстан, кроме нас, казахстанцев, он никому не нужен. Мы должны об этом помнить. И у независимости бывает своя цена. Если, например, скажем, мы не будем исполнять наши законы, если у нас не будет правопорядка, если мы не будем уважать отношения друг к другу с точкой зрения и так далее, тогда у нас в стране будет ахлократия и анархия. Зачем это нам? Понимаете, в чем дело? Дело в том, что мы, каждый из нас, казахстанцев, должны, во-первых, ощущать ответственность за то, что мы являемся независимым государством, и каждого от нас зависит. Будет ли это успех нашей страны или не будет? Вот эту ответственность должен ощущать каждый человек. Поэтому, мне кажется, нужно разделять зерна от плева. То есть, да, мы за демократию, за плюрализм мнений. Ну, должна быть определенная черта, которая дальше может привести к ахлократии, к анархии, к нетерпимости друг к другу. Вот это вот самое главное, понимаете? Самое главное для нас что? Самое главное для нас это консолидация, консенсус, единение. Вот эти вот ценности, они для нас должны быть непременным правилом. Иного пути у нас нету. Потому что, я еще раз вам говорю, самое главное, мы должны для себя быть независимым, успешным Казахстаном. Кроме нас, казахстанцев, он никому не нужен. Вот это надо помнить. С этим я абсолютно полностью согласен. С другими тезисами вы высказали ваше мнение. И, на самом деле, большое спасибо за это мнение и за смелость, которую вы о ней сказали. Удачи вам в работе. Вам спасибо. До новых встреч. Это была программа интервью. Меня зовут Тимур Сержанов. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова